До сих пор в муниципии Белц можно обнаружить участки брусчатки, прослужившей около сотни лет. Когда-то ею был вымощен весь центр города. Однако это лишь тени прошлого, которые представляют историческую ценность, но не привлекают внимания властей. Хотя могли бы, по мнению бельчан, преобразить наш муниципий. Серия дождей размыла дорожное покрытие на улице Свободы, проявив еще один участок брусчатки. А по улице Чапаева она никогда и не была заасфальтирована. Брусчатки были в улице Киевской, я помню это. Брусчатку все-таки надо ставить как положено, танки ездили по ней и все нормально было, искры летели. Но сейчас, что имеем, то имеем. Если правильно выложено и, как говорится, как для себя делать, то сотни лет стоят. Старые мостовые – это не только историческое достояние, которое не ценилось в советские времена и было уничтожено. Есть очень полезный работа, когда появилась плавка, когда появилась петля, появилась вода, и из вода появляется вопро, и появились умитель, и ракурили. И он Бузинский рассказал, что улица Кашбок в любом случае нуждается в ремонте, и местные жители собирают подписи, чтобы обратиться в премирию. Субтитры он видит, что есть исторический порт, который требует restaurаться в lugar для репарации. В принципе, это продолжение петля Кашбок, который идет до Университета Алеку-Руссо, и продолжается, так что дальше. Старая петля, видите, что сейчас находится, не исключена, что здесь будет стоить бетон или петра, который останется. Поэтому, после репарации этого петля, нужно исследовать. В Бердской премарии считают, что для восстановления брусчатки в муниципальном бюджете недостаточно средств, а для того, чтобы узнать ее состояние, необходимо срезать асфальт. Самая знаменитая историческая улица на севере Молдовы, вымощенная брусчаткой, расположена в городе Фелешт и находится на стадии ремонта. На реставрацию выделен 1 миллион евро, половина из которого была предоставлена Европейским Союзом.